Дорогие друзья, всем Маткульт привет! Привет-привет! У нас на канале гость Дима Епифанов. Привет, Дима! Привет, Леша! Добро пожаловать на наш канал! Ну, собственно, Дима учит моего сына играть в Рензию. Да, того самого Мишеньку, который еще и олимпиадничает, он еще и в Рензию играет. Ну и вот Дима давно очень знаком. Возможно, что Дима знаком с Мишей дольше, чем со мной. Да, наверняка. Да, встречался в Бериндеевых полянах, еще когда я туда, может, даже не доезжал, на июньскую школу. Ну а так, Дима, в принципе, играет в много разных игр. Я видел, вот я, чтобы визитная карточка, да, вот я видел, как Дима играет в Румикуб. Я просто присутствовал при этой сцене. Там есть такая игра Румикуб. Ну, посмотрим, может, сегодня до нее дойдет дело, а может, и не дойдет. Но даже если не дойдет, посмотрите правила в интернете. В общем, там выкладывается, нужно ждать, пока не будет на 30 очков, значит, некой разрешенной композиции. И вот, значит, я смотрю на Мишину, на Диму и его выкладку. Идут, 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 ничего нет. Нет вообще никак. Он говорит, ничего страшного, все нормально. Все проходящие мимо говорят, ну сейчас давай мы тебе поможем. Давай, ну сейчас ты сделаешь первый ход. Не может не видеть, он выигрывает вовсе, играет великолепно. Он говорит, все, все, все будет хорошо. Спустя ситуацию, когда у всех уже по две, по три осталось, а у кого-то, может, и одна, я уж не помню. Диме приходит выкладка. Дима начинает и выигрывает сразу. Нет, там в два. В два, да. Там первый ход надо 30 сделать, да, потом доходит круг. Доходит круг. Ну и там не то, чтобы по одной, по две, ты преувеличиваешь немножко, но в целом, да, да. И потом в один ход. В общем, это была эпичная партия. Вот, я понял, что с Димой лучше на деньги точно не играть ни во что. Так что, да, вот, и сегодня Дима расскажет и про Рензио. А ну, вначале мы начнем про физику, да? Это не физика, нет, 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 выглядит не физикой. Сегодня у нас может быть разделенным на несколько роликов, так что наше сегодня может превратиться в несколько роликов на канале. Но начнем мы с... Да, ну, во-первых, расскажи про себя еще, что я не сказал. Нет, я, наверное, про меня, наверное, ничего не надо знать толком. Ну, ты был чемпионом мира по Рензио в заочном этом сам, да? Если кто-то хочет узнать про меня больше, можно пойти в Википедию, найти меня там и про меня почитать. Наверное, это самый простой способ. Регалии какие-то перечислять, мне кажется, это лишнее. Кроме того, мы начнем-то с математики. Да. Вот, а в математике у меня никаких регалий нет. Я даже в Олимпиадах, когда был выбор, на какой себе раз поехать, я выбрал физику. И сейчас он меня опозорит, потому что у меня-то какие-то регалии есть в виде докторской степени. Нет, я не опозорю, очень простая задача. Но я сейчас, наверное, не решу задачу. Да нет, это нормальная задача. Ты ее решишь сразу, ты сразу скажешь ответ. Итак, задача. Итак, единственное, что я не очень хорошо решила на доске. Игра честная, я задачи не видел. Игра честная, как обычно. Ты про нее только слышал. Значит, у нас есть угол. Ну, поскольку я физик, да, вы меня просите за это. Конечно. Так. Прямой. Я сделаю это, некоторый физический антураж, просто мне так приятнее. Значит, это какая-то, у нас зима, да, зима. Поэтому здесь лед, здесь лед, все такое заледеневшее. Очень-очень скользкое. Стоит лестница. Я нарисовал ее немножко отошедшей, но она стоит прям практически вплотную. Снега идут кругами. Еще для упрощения будем считать, что она не тяжелая, а прям легкая-легкая. Нулевой массой. А в самом ее центре... Да, сидит кот. Ну да. Ну, сидит кто хочешь. Хочешь кот? Пусть будет кот. Ну да, ну я помню задачу. Расскажи, отлично. Ты помнишь эту задачу, когда тебе не составит никакого труда рассказать, по какой траектории он будет двигаться, если мы чуть-чуть пошевелим нижний кончик. Докажи мне это. А потом я задам тебе один маленький вопрос. Ну проделай это, должно быть проделано. Ну хорошо. Не ожидал? Свою траекторию можно другим цветом нарисовать. Ну да, ну вроде как нужно сюда провести. Вот так. Ну можно нарисовать уже... Да, ну да. Ситуацию, когда она немножко сдвинулась. Она немножко сдвинулась, да. Сейчас. Ну как-то сдвинулась, да. Вот. Ну и нужно это самое... Что нам надо? Нам надо вот заметить, что это расстояние вот с этим равно, потому что это же середина была. Ну и углы. Ну в общем очевидно, да, что равно. Ну вот, а это тоже равно по условиям. Ну это означает, что эта точка будет на одном и том же всегда расстоянии отсюда находиться. Вот на ровно вот таком половине этой самой. И это полуокружность, да? Да, это четверть окружности, да. Четверть окружности. Ноги назад поехали. Ты пытаешься за нее схватиться. Она тоже за нее особо не схватишься. Да, а ты при этом руками-то будешь все еще держаться за нее или отъедешь назад? А-а-а-а. То есть если это не прилеплено шарнирно, а если оно скользит? Да. Вопрос, тот же вопрос я могу задать с точки зрения физики. Смотри, в какой-то момент, вот в который ты нарисовал, куда летит код? Он летит очевидно по касательной к этой окружности, да? У него скорость направлена куда-то вот сюда. Ну да. Да? То есть у него есть какая-то составляющая импульса, направленная горизонтально, у него есть какая-то составляющая импульса, направленная вертикально, да? В сумме они дают его скорость, которая направлена по касательной к траектории, как положено. Как нам кто-то там из древних завещал. Ну да. Летать всегда по касательной. Ну вот. Теперь смотри, в момент, когда у нас уже... Уже близко. Да не когда уже близко, а практически упали. Когда мы уже лежим вот здесь, да? Вот наш кот, ты любишь кота, можно кота? У него скорость направлена все так же... А, мне надо было рисовать, чтобы на окружности было. Она направлена вниз. По сути. И горизонтальной составляющей у нее нет. Почти нет, да. Вопрос. А какая сила действовала туда, чтобы эту горизонтальную составляющую убрать? Какая сила? У нас есть стенка, которая толкает туда. У нас и скользкая, поэтому по этой оси она ничего не дает. Есть силы реакции опоры. Да. Силы тренинг там нет. Она, соответственно, только на вертикальную компоненту действует. Вот стенка может разгонять, а тормозить уже не может. За нее схватиться ты не можешь никак. Получается, что... Сейчас, еще вопрос, что я, если я начинаю падать, и я держусь за стенку... Да. Ну... В какой-то момент... Оторваться рука. В какой-то момент ты неизбежно оторвешься. Ну, может быть. Тут мне сложно делать то, что я совершенно не знаю физики. А физики тут не надо знать. Это бытовой опыт, мне кажется. Ну, да. Мне кажется, интуитивно, да, что оторвусь. Оторвешь? Да, да, да. Так вот, это сразу опровергает решение про четверть окружности. Траектория будет не четверть окружности. Нет, ну, это траектория, если она не приклеена на шарнир. Да, а я говорил, что она приклеена. А тут все желающие могут отмотать ролик на начало и проверить, говорил ли я, что... Мне кажется, что я сказал, что если она к ней присобачена на шарнир. Нет, нет, нет. Ты сейчас это потом сказал. Ну, я следил, я очень внимательно следил. Хорошо. Хорошее условие от плохого отличается тем, что в хорошем условии напишут, что здесь какие-нибудь рельсы. Ну, да, 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 рельсы. Закрепляя верхний конец. Но, тем не менее, в очень большом количестве изданий в интернете никто не закрепляет. Давай решим ее теперь правильно. Да, что она не будет до конца. Давай решим ее для незакрепленного случая. Оторвусь. Да, интуитивно скажу, в какой момент. Давай. Давай. Так, сейчас интуитивно. А что будет, кстати, когда она оторвется? Ну, не знаю, этот поедет сюда, дальше этот будет просто падать вниз как-то свободно. А вот, кстати, смотри, а если взять эту лестницу, убрать угол и поставить ее где-то просто в чистом поле? Ну, да, 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 лицом в стенке. Кот вцепился зубами. Да, да, он прямо в середине и все. И он тяжелый, а лестница легкая. Да. Невесомая, как физики любят. Фигула знает. Ну, то есть я сочу этот пакет сюда, кусок, а больше я ничего не могу сказать. Какая сила реакции будет действовать на эту, на лесенку? Я не помню, что это такое. Сила реакции? Ну, вот ты стоишь, почему ты стоишь? На тебя действует сила тяжести. Ты должен падать туда, вниз куда-то, в ад, к центру земли. Но ты же не падаешь? Нет, это не так и ваши соглашения. То есть я вот никогда не понимаю, что это четко, да? Конечно, конечно. Ой, сейчас физики, которые иногда смотрят твой канал, знаешь, как вздохнули. Ну, ладно, неважно. Это понятно, это понятно. Я поэтому физика и позвал, чтобы вздохнули. Но дело в том, что я вот не знаю, вот если вот где-то что-то с ускорением происходит, то, значит, сила уже как-то меняется, да? Какие-то там вторые законы Ньютона есть. Вот, вот, вот именно к этому и речь. Смотри, если лестница не высомая... А, правильно, у меня же была уже физика, вот Золотухин меня тут песочил как раз. Хорошо, я тоже, видишь, на базовых вещах. Там было полное, да, полный трэш. То есть я совершенно не помню ничего из базы. Вот. С десятой подсказки я решил задачу про блоки. Хорошо, хорошо, значит, ты не решишь. Здесь ясно, что хочется сказать, что она вверх, но она же падает с ускорением. То есть тут какие-то добавляются что-то. Нет, смотри, значит, тезис номер один... Отъезжает с ускорением, да? Тезис номер один. Если на легкую... А, тезис, наверное, номер один должен звучать так. Любая фиговина любит вращаться вокруг центра массы. Так. Да? Что-то такое из детства, может быть, ты вспоминаешь. То есть магнаемное вращение может быть любой, но вообще любое движение твердого тела может быть разложено на сумму и поступательного движения центра масс масс и вращение всего остального тела вокруг центра массы. Да, это понятно, это примерно понятно. Вот. У нас тут центр масс, вот он, и вся масса в нем сосредоточена. Да, да, да. Вот. Что это означает? Если мы подействуем каким-нибудь моментом силы... А, дальше начинаются сложные слова. Он начнет вращаться вокруг центра масс, но при этом у него момент инерции нулевой. Ну, мы прикладываем какую-то... Но это все равно, что мы какой-то силой подействовали на нулевую массу. Она начнет бесконечно ускоряться. Если мы хоть какую-нибудь силу сюда приложим, то нашу... Закручу. Да, бесконечное угловое ускорение мы получим у нашей невесомой лестницы. Поэтому сила реакции в этом случае будет равна нулю. Лестница вообще не будет передавать никакого взаимодействия этого кота к полу. Пол про это не узнает. Кот будет падать, как будто это просто камень, который отпустили. А, кот будет падать просто вниз. А лестница подстроится под это, она невесомая. А, это интуитивно. Слушай, это интуитивно. Кот просто упадет вниз. Кот просто равноускоренно, как положено. Она щит вот так вот и спокойненько положится. И что это означает? Что в этой точке она не будет ощущать никакого вообще ничего. Для кота разницы не будет. Если действительно невесомая, поскольку она все-таки совсем невесомая, у тебя сразу в голове возникает момент удара, что-то там будет происходить. Все-таки даже при очень маленькой массе, но не нулевой, начнется какая-то колбасня будет в момент, когда начнутся частые удары. Потому что все-таки что-то там в жизни будет происходить. Но почти всю часть траектории, если у него масса большая, будет подстраиваться своей, вот он пролетел чуть-чуть. Просто равноускоренно будет падать. Да, да, да. Она даже ехать не будет, она почти не будет касаться толком. Так какой момент оторвется-то, значит? Вот. Вот. То есть какой момент... Ну, это мне кажется важно понимать. Какой-то момент кот начнет падать вертикально вниз? Нет. А, у него уже... У него вот, у него уже есть импульс. Если бы он мог падать вниз, он бы весел по окружности. То есть от этой он может отталкиваться? От этой, от этой? От этой, да. Он может только перпендикулярно, потому что трения нет, все скользкая. А, чтобы она не вращалась, нужно чтобы эти две силы друг друга компенсировать, да? А ты можешь дать мне какую-то линейную комбинацию этих векторов с ненулевыми коэффициентами, чтобы сумма была нулевой? Ну да, там косинусы, синусы пойдут какие-то. Так, подожди, вот это интересно. Есть два орта, это перпендикулярные отрезки, два орта. И ты хочешь мне составить линейную комбинацию? Нет, линейную, чтобы прям вот полностью нулевую. Конечно, линейную. Она может быть как-то так, что она не делает поворота при этом. То есть она не вся. Так, а тезис в том, что поворот это чисто, ну, пока силы есть, это какая-то необстрактная штука. Я имею в проекции на что-то, может быть. Или это не будет важным? Ну, то есть вопрос, посмотри, вот сюда и сюда. Да. Все-таки тут явно другая задача. Вначале нам интуитивно кажется, что ясно, что... Да, есть какие-то силы, и что-то происходит, да. Да, то есть здесь все-таки должны быть какие-то силы, опоры, да? Ну, конечно, они и будут, да. И они, тем не менее, не заставляют ее вращаться с бесконечной скоростью, как мы собирались. Нет, ну почему? Они приложены к коту фактически. Они заставляют кота как-то там двигаться. А моменты их скомпенсированы. То есть здесь две силы, и их моменты просто в любом моменте. Да, да. Моменты скомпенсированы, да, в любой момент. Что мы умножить на вот эти вот синусы и косинусы. Да. Да, то есть здесь понятно, вращение здесь не произойдет. Теперь что будет происходить с котом? Силы не скомпенсированы, моменты скомпенсированы. Силы не скомпенсированы, а потом в какой-то момент он, ну вот так, ну, ну, хорошо, предположение, что он полетит по касательной тоже неверно, потому что он, силы тяжести же продолжают действовать на него. Силы тяжести, конечно. Значит, если бы касательная была бы прямой, то есть момент отрыва, он едет, вот он оторвался этот столб, но он дальше едет по параболе, то есть… Да, это правда. Вот как бы вначале он ехал по окружности, а потом должен поехать по параболе. Да, да. То есть получается фактически математическая задача о том, в какой момент парабола, имеющая два первых вектора, два, два, вот двойное касание с окружностью, а третье уже не имеющее, ну, то есть второго порядка касания, в какой момент она отходит сюда, а не внутрь? Да. Получается, да, вот в этом вопрос? Нет. Нет. Ну, хотя, слушай, я не знаю, это интересное перефразирование, я о нем раньше не думал, ну, давай попробуем из этих соображений решить, и потом посмотрим, что получится. Я тебе предложу физическое решение. Ну, то есть идея такая, нам нужно найти такую точку окружности, в которой парабола, скорее всего, единственная, вписанная в нее, ну, как бы, по касательной, ну, там, как единственная, тут же у нее, она же такого специального вида, она все равно вида, там, там, висок. Ну, вот, у равно, там, минус… Слушай, мне кажется, что ты сейчас придешь в тупик, мне кажется, что даже здесь можно провести касательную параболу, которая твоим условиям удовлетворит, даже начальной точке, и чтобы оно дальше в наружу полетело. Мне кажется, что это тупик. Какая парабола, какая-то правильно выбранная из серии всех парабол, например, ты начинаешься отсюда, или что-нибудь в этом духе, я не знаю, вот, она будет уходить от нас сюда, и поэтому он перестанет ехать по окружности, а будет ехать по ней. Мне кажется, что… Ну, то есть, во-первых, это неожиданный для меня вопрос, я не думал о задаче с этого ракурса, это интересно. Не уверен, что у такой перформировки будет смысл. Как будет парабола это устроено, да? Где она должна начинаться? Вот, где она должна начинаться, это правильный вопрос. Но это вопрос, мне кажется, я тебе все дал для этого, и осталось только сообразить. Ну, давай еще немножечко подумаем. То есть, он висел. Чем отличается вот этот случай от вот этого с точки зрения сил? Ну, направо его сваливать, направо его. С точки зрения сил. С точки зрения силы реакции, вот этот пол, вот этот пол смотрит на ситуацию, когда кот начал движение, и смотрит на ситуацию, когда он уже, ну, как-то свободно падает. В чем отличие главное? Ну, вот этому концу ничего не мешает. Он может делать, что хочет. Хорошо, нет, а с точки зрения пола? Ну, за счет этого, наверное, и тот конец тоже испытывает какие-то другие силы. Хорошо, вспомним, какая здесь сила реакции? Нулевая была. Нулевая. Здесь какая сила реакции? Ну, здесь явно не нулевая. Вот может быть момент перехода к свободному движению, когда сила перестает действовать? А как узнать, когда она перестает? Вот. Хорошо. А, слушай, нет, в результате действительно все придет к твоей математике. Действительно придет к второй... Ну, сейчас мы... Ну, то есть идея такая, что... К кривизне траектории придет. Мать, все-таки, вот эта парабола... Вот, смотри, в вертикальном направлении на катание действовал никто, правильно? В вертикальном направлении G действовало всегда. G, кроме G никто? Да, кроме G никто. А не это означает, что раз он... Смотри. Нет, ну еще пол ему компенсирует часть G. В начальный момент, когда он просто стоит, сила реакции полностью компенсирует G. Я хотел сказать, что она должна на той же высоте начаться, эта парабола. Это неверно, потому что он компенсирует, да? Неизвестно, где он, да. Он медленнее падает в начале. Да, совершенно точно. Он, честно, действительно, он начинает по четверти окружности и тут никуда не деться. А потом в какой-то момент сваливается на параболу. Ну, давай я тебе предложу физическое решение этого дела. Смотри, выглядит это примерно так. Ну, часть слов я уже сказал, да? Что нам интересно? Нам интересно, когда он начинает падать свободно, это означает, что, ну, там, силы реакции на него нет. Если нет силы реакции, чтобы вот эту штуку не колбасило, нет и силы реакции вертикальной стены. Потому что эти силы пропадут одновременно. Они все время, их моменты должны друг друга компенсировать, действительно. Вот. Соответственно, когда силы нет, мы можем считать, что до этого он двигался по окружности, у него было центростремительное ускорение, которое мы знаем, и которое равно м омега квадрат делить на, ну, давай мы это назовем, там, л, да? Делить на л. Ой, м. Вот оно. В квадрат я хотел для скорости написать, почему-то написал угловую скорость. Вот. Если была бы омега, то л было бы в числителе. Ну, да. Она же в али раз, да, отличается? Да-да-да. Вот он со скоростью в летит. Да. Это его центростремительное ускорение. Вот так. Вот. Оно должно в момент отрыва создаваться, вот его часть, которая направлена туда, должна создаваться силой тяжести. Момент отрыва, его часть, которая направлена. Ну, давай нарисуем еще раз эту картинку, чтобы на ней можно было уже... Сейчас. Я черненьким нарисую, наверное. Интересно, сколько народу на канале тупит со мной вместе, а сколько говорит, да когда же уже наконец все очевидно уже, и уже наконец Саватеев перестанет тупить, когда. Вот это интересно. Потом в комментариях напишите. Значит, ой... Кто тупил вместе со мной, а кто уже давно все понял. Всегда завещаю под 45 градусов не рисовать всякие уголочки, для того, чтобы пип-полам минус альфа и пип... Развлечались. И альфа, да, сразу было видно, где какой. Да. Ну, вот в какой-то, допустим, момент, да? Да. Он отрывается. Вот у нас код где-то в середине. Код. Значит, что происходит? Он до этого двигался по полуокружности какой-то. Да, да. Сейчас у нас ничего не получится с рисунком симпатичнее. Ничего, ничего, все нормально. Не важно. Сейчас у него есть некоторая скорость. Да? И поскольку силы со стороны всех этих штук исчезли, на него действует только сила... Всеваживости. Давайте я подпишу, что... И он пошел по параболе фигачить отсюда вниз. Он пошел по параболе фигачить, и при этом на него действует только МЖ. Ну да. Но доли и секунды раньше на него тоже действовало МЖ, и вот эти силы уже были очень-очень маленькие. Да. Там же все, конечно, непрерывно меняется, правда же? Естественно. Вот. Соответственно, и это МЖ создавало ему центростремительное ускорение, чтобы он двигался по окружности. Когда ты двигаешься по окружности, ты не можешь не иметь центростремительного ускорения, правда? Да. Тебя за это покарают, опять же, древние изучатели науки. То есть у него был какой-то... ОМОН за это свяжет. Да. Так. У него было какое-то ускорение центростремительное. То есть если мы разложим это Ж на касательное, которое ускоряет его вдоль касательной, и на... Препендикулярное. Препендикулярное к нему должно быть как раз центростремительным, правда? Ну, вроде да. Вот. Кажется так. Ну, то есть вот мы можем разложить, да? Кажется так, да. Вот это А тангенциальное, это А центростремительное. Ну вот. А здесь мы все углы знаем. Нет, а что? То есть в этот момент что должно быть? Смотри. Дальше что мы знаем? Мы знаем, что вот это центростремительное ускорение. В квадрат мы можем найти закон сохранения энергии. Он немножечко спустился, и вся эта энергия, это его бывший МЖ. Он будет связан с углами тех, которые мы как бы знаем, мы их еще не знаем. Да. Ну, на самом деле, я думаю, что будет тяжеловесно сейчас все это находить. Можно оставить это, ну, или хочешь найдем? Нет, давай, ну, так, до какого-то момента доведемся к физику. У нас на канале практически не было никогда. Хорошо. И тут надо быть аккуратным. Могут не знать совсем, как я. Хорошо. Давай разбираться тогда. Я, безусловно, 30 лет назад эту задачу бы решил мгновенно. Это я не сомневаюсь, но это было в школе. А, ну, то есть ты бы ее решил, поняв, что надо решать момент смычки. Ну, что-нибудь, да, по механике. У меня была твердая пятерка, но 33 года они прошли даром. Давай какой-нибудь угол назовем. Я все забыл. Назовем альфа. Да, да. Вот. Так. Теперь смотри, значит, что получается, что здесь, ну, видно из картиночки, да, что это пип пола минус альфа, это угол между двумя перпендикулярными. То есть, если здесь у нас два отрезка, то вот эти им обоим перпендикулярны, да, вот этот и вот этот. Да. Вот. Касательное и направление на центр, да? Да, да. Вот. Соответственно, здесь у нас пип пола минус альфа. Нам нужен косинус от пип пола минус альфа, то есть это синус альфа, правда? Ой, не там напишу. МВ квадрат делить на л равно мг синус альфа. Ну, первый приятный момент, что от массы кота ничего не зависит, мы ее весело сократим. Понятно, да, нет, я хочу проверить, точно ли. То есть синус альфа, вот если альфа, если мы находились бы еще в самом верху, вот я сейчас как раз хочу проверить, что v должно быть равно нулю в начале. Значит, в начале альфа 90, значит, получается косинус. Да, нет. Ну, вроде косинус, потому что скорость должна книзу растить. Я сейчас прекрасно туплю на камеру. Но скорость внизу будет больше, а внизу больше это косинус, значит. Альфа-то мы вот это обозначили, вот это. Да, здесь будет, да, косинус, 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 да, все хорошо. Так, хорошо, да, дальше, значит, мы получили, что v квадрат равно чему-то, альфа мы пока не знаем. Это первое уравнение. Да, теперь второе. Мы как раз альфа хотим найти, но мы и скорость пока не знаем. И скорость в точке отрыва. Но скорость мы можем прикинуть. У нас есть простое геометрическое соображение и закон сохранения энергии. Значит, если мы возьмем начальную точку траектории, то потенциальная энергия там была, мы обозвали L расстояние до центра, то есть, значит, у нее была как раз половина длины лестницы, то есть MGL, это было до. И нулевая кинетическая энергия была, он никуда не падал. В момент, который мы рассматриваем, момент, когда он перестал соскакивать, его энергия будет уже меньше, она будет равна. Сейчас, так энергию мы уже здесь выписали, да? Нет, это центроизминительное ускорение, совсем другая вещь. Так, она будет равна MGL на единица минус синус альфа. Да, нигде не набрал, сейчас. Мне кажется, что мы получим то же самое, равнение. Нет, в том-то и дело. Нет? Потому что тут тоже похоже на... Так. Проверяем, да? Ну опять же, простая... Плюс что-то еще. Нет, подожди, минус синус. Ну вот что-то я туплю под камеру, наверное, в первом разу можно. Вот здесь мы используем закон сохранения энергии, правильно? Нет. Это чистая кинематика, это кинематическая связь. Если тело движется по окружности с какой-то скоростью, у него производная скорость должна быть такая, чтобы обеспечивать это движение по окружности. А, вот так. Это чистая кинематика, здесь нет ничего про энергию. МВ квадрат или на единица с какой силой туда? И с G косинус альфа, это с какой силой в эту сторону его... Это ускорение, которое он испытывает, это чистое... Никаких сил еще нет. Это чистая кинематика. Если у тела есть какая-то траектория, и в какой-то момент это кусок окружности, то как бы там скорость его не менялась, ускорение мы должны... Понятно, и тогда действительно сейчас получим все, что надо. МЖА плюс 0 равно МЖА на 1 минус синус. Нормально, мы знаем. И плюс та кинетическая энергия, которую он к этому моменту в себе запас. МВ квадрат пополам. Значит, сейчас. И, соответственно, внизу должен быть при альфа равно нулю, должен быть 0. Вот эта часть, и действительно она 0. Потенциалка 0. А это будет большой. Да, ну получается что-то вот в этом духе, да. Ну вот. Ну и вот получается, да, у нас... Что у нас в результате получается? Какой-то я все равно неспокойный. А почему? Альфа равно нулю... Ну да, вроде бы правильно. МЖА получается. А, нет, нет, подожди. Альфа равно нулю, здесь должен быть 0. Косинус 5. Да что такое? Я его стирал уже один раз. Да, снова косинус. Ой. Так. Да, Саша, золотой. Нет, подожди. А, ну да. Я почему-то у меня все время в голове, я всегда обозначаю вот этот угол альфа. Да, мы обозначили нижний. Я чувствую, что прошаренные будут нас слушать на удвоенной скорости. Ну ничего. Да, да, да. И на меня ругаться. Так, так, ну давай, посмотрим. Не, 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 ну зато все будет... Сейчас уже можно добить. То есть мы этот L кидаем сюда, да? Да. Вот, то есть у нас LG. LG, V квадрат, равно LG косинус альфа. Итого, ну M тоже можно все убить. Кота можно убить. Ну если ты будешь переписывать это, ну зачеркивай. А вдруг кто-то конспектирует тебя в тетрадочку? А-а-а. Конечно. Значит, на 2 еще умножаем. 2 G L равно 2 G L на 1 минус кос. Да. Плюс V квадрат, которая G L кос. Правильно? Эээ... Наверное. Вот, и тогда получается... Нет, что-то мы пришли к ботве. 2 G L сократилось. И у меня получилось, да. Так, давай проверять, правду ли мы написали вот здесь. Смотри. Значит, что у нас есть? Все-таки кажется, что это автология. То есть это все-таки... Не, 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 не. Должен получиться косинус угла или синус угла, равный двум третям. Тут косинус. Сейчас мы его получим. У нас... Ну, вот здесь знак перепутан. У нас должны 2 косинуса с одним сложиться, а здесь 2 G L должно остаться. А, так это же альфа. Это просто... Это просто L... Вот это 2L, да, это просто синус альфа. Вот это вот неправильно. Смотри, мне нужна вот эта высота. Да. Нужна. Вот. Ну, эта высота, это L синус альфа. Это L синус альфа. Вот, а ты говори... А, ну я там зачем-то единице минус написал. Так, здесь должно быть M G L синус альфа. Да, вот сейчас было неловко, конечно. Так, ну хорошо, давай продолжим. Так, тогда M мы все-таки весело сокращаем вместе со всем остальным, да? И здесь остается... Сейчас, все-таки 2 G L. 2 G L. То есть, а точно почему-то... Точно синус, да? Сейчас красиво не получится. Почему так-то? Ну, может, получится. Подожди. Сейчас окажется, что мы и здесь облажаем. Ж L-то уйдет нафиг. Смотри, 2 G L равно... Нет, 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 2 G L останется. А тут 2 G L синус альфа. Нет, я имею в виду, что дальше идет тоже G L только косинус альфа. И у нас G L уходит, получается уравнение на синус и косинус. Да, нет, ну так и должно быть, только здесь должен быть синус. Здесь должен быть синус, Леша. Ну вот здесь еще, я еще вот здесь облажался. Это просто ролик позора. А где ты взял синус? Нет, а чем тебе вот это не нравится? Это неправильно? Нет, неправильно. Тут должен быть один и тот же функция 2. А, и получится как раз, что синус альфа равен 2 трети, да? Да, когда я был малолетним школьником-олимпиадником, я ездил несколько раз на ФСЕРС, и я помню руководство нашей команды, оно говорило примерно так, что типа, ребята, если вы встречаете незнакомую вам задачу, подойдите к старшим, там, 10-11 классникам и спросите у них, сформулировав вашу задачу, в наиболее классическом виде. Они вам сразу вспомнят ответ, а если вам повезет, они еще и вспомнят решение. Да, но вот я не очень понимаю. Модельный ответ все учителя физики, мне кажется, должны помнить. Вот это вот альфа, это же тоже альфа, вот этот. Да. Вот, и казалось бы, я просто иначе физику поясню, у меня же вот сюда действует, да? И мне нужно найти проекцию куда? На вот этого вектора, на вот это направление. На вот это, да, тогда боюсь, что синус. Синус, да. Как-то и старались нарисовать аккуратно рисунок. Тогда боюсь, что синус, да, я тебя сбил с толку. Хорошо. Я сам виноват, но как, меня нельзя сбить с толку должно быть? Все, значит, синус равен 2 трети. Да. А скажи мне, пожалуйста, так, это что примерно? Ну, это примерно 70, да? Сейчас корень из 3 пополам, это что такое? Это 3 четверти, тут будет 4. 1,73, 0,86. А? 0,86 примерно. Да. То есть, а, нет, поменьше получается. Ну, поменьше, чем 60, побольше, чем 45. А, то есть он где-то вот здесь уже оторвется нахер. Да, да, да. Слушай, а задача вот с шаром, она такой же ответ имеет или нет? Шайбочка, которая спадает. Да, да, там, это абсолютно, если ты вдумаешься, это абсолютно та же ситуация. То же самое, да? Я вот вспомнил ее, почему? Конечно, абсолютно та же ситуация. А эту мне Золотухин давал, и я ее не решил. Только это похитрее. Она содержит в себе какие-то фантомные вещи, типа легкой лестницы, которые не кажутся очевидно сводящимся. Ну, это одна и та же задача, на самом деле. Понятно. То есть там это очень похоже, это то же самое. Да, это просто то же самое. В момент скольжениях, да-да-да-да, слушай, круто. Да, тоже, тоже. Ну, круто, нет, ну, на самом деле очень круто, по-моему, я должен сказать, что то, что мы тут ошибались, это часть, как бы, это фича, это не баг. Это баг, конечно. Я веду кружок олимпиадной физики, и это, конечно, просто... Но зато я понял. У меня есть оправдание, я обычно в это время сплю, но все равно. Зато я понял, зато я понял, что произошло. Ура. Есть какие-то законы, там такой закон, другой закон. Это очень просто, закон сохранения энергии ты знаешь с детства. Вот этот я помню, да. Да-да, а второй закон Ньютона? Мы больше ничем не пользовались. Ну, да, надо как-то освежать. А еще кинематика, которую ты должен знать из математики. И на самом деле вот это то, про что ты говорил, это же на самом деле про то, что производная некоторая к траектории, производная скорость к траектории, ее нормальная составляющая должна составлять некоторую функцию от радиуса кривизны. На досуге надо выписать параболу и посмотреть, как она проходит, и где она у нее... А где у нее вершина? То есть вот... Ну, где-то ниже, очевидно. Да, то есть у этой... Да, но может быть это как-то вот по виду можно было бы понять сразу... Нет, она нигде... Нифига, да? В человеческом... Ну, не дал... Черт узнает, я никогда этого не проделал, но кажется, что не должно быть так из общих соображений. Хотя я уже столько раз с Тагенометом не облажался, что мои соображения... Ну ладно, интересно, очень интересно. Спасибо огромное, Дима. Вот, это наш первый. Первая встреча, но будут еще встречи. Дима вы еще увидите, так что не прощаемся. Если будете хорошо себя вести. Пока-пока.